Всем привет! Это канал Миллион Абдулла. Ролик будет по психологии. Я покажу как получать, ну не то что получать, а просто сгенерировать счастье. На примере чистки картошки. Берем картошку. Обычную картошку, обычная кастрюлька с водой, ножичек для чистки картошки. Специально можно взять любой, не важно. И кастрюльку с водой, все это не имеет большого значения. Кухня, все что вам нужно, это минимум, минимум, всегда минимум вещей для полного счастья. Вот сейчас мы и посмотрим, как это все сделать. На улице солнце, сейчас лето, 5 июня. Решил я сыночку картошки почистить, ну и заодно ролик снять. Значит, берем картошку. Весь фокус в том, чтобы никуда не торопиться. Не надо суетиться спокойно. Взяли картошечку, рассмотрели со всех сторон. Я бы сказал, полюбовались. Ножичек взяли поудобней. Знаете, нужно чистить картошку так, как будто бы вам доверили дело, которое, ну не знаю, очень ценное. Какой-то ритуал. Вот вы начинаете чистить, не спеша. Понимаете, когда не цените вот это вот действо, да, оно для вас не имеет никакой ценности. А вот если вы представите, что вы делаете что-то очень-очень важное, ценное, то вам не захочется быстро это сделать. Вам захочется продлить это все. Так и тут. Картошку чистить нужно не спеша. Потихонечку. Вычищая каждую солиночку буквально. Стараясь, чтобы это все было красиво. Ножичек при этом должен быть острым. Потому что тупым плохо. Напрягается рука. А остреньким идет все легко. Кстати, у меня не очень-то он острый. Но все равно. Картошку я полюбил чистить. Психологи знают этот термин. Якорь. Когда служил в армии. Вот там мы чистили картошку. Естественно, большое количество. И один раз так получилось, что нас собрали. Кстати, это была одна из первых моих чисток картошки. На подмогу весь наш взвод взяли. Там нужно было быстро начистить кучу картошки. Причем начистить как следует. Что там было, не знаю. Кто-то для офицеров, что-то такое. Праздник. Не помню. И вот мы сели, дали нам каждому по ножику. По кучке картошки и понеслась. И один парень. Грузин. Грузин такой, который в Питере. Родился и вырос. И вот он взял гитару, чтобы нам веселее работалось. И стал петь песни. И вроде бы песни такие обычные. Все. Но мы в армии были не избалованы всякими такими удовольствиями. Такого типа. Гитару дали, я как помню, ему впервые. Это была учебка, там было все строго. И вот он стал петь эти песни. И нам настолько это все понравилось. Мы 30 глоток. Все как один дружно стали попивать. И чистка картошки вроде бы из такой обязанности, из какой-то такой вот, знаете, ну, неприятной процедуры, как принято всеми полагать, что это вот такая обязалка какая-то чистить картошку. Ну что я такое? Не буду я ее нахренчить. Она превратилась в настоящий праздник. И это было всего один раз в жизни у меня такое. И именно после этого, теперь каждый раз, когда я чищу картошку, для меня это праздник. Я ее стараюсь не торопясь чистить. Потому что, когда я ее чищу, вот это вот воспоминание вот этих песен, когда мы были молодыми, даже тут не в молодости дело, а именно вот в этой энергии, которая настолько зарядила вот этот вот процесс чистки картошки, что сейчас это просто вот для меня просто счастье, когда я сажусь чистить картошку. Все, это праздник, это круто! Вот, 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 если скажут, иди чистить картошку, так, мама, иди чистить картошку, там, вот, иди, быстро. Я ей говорю, с удовольствием. Почему? Так, а, потому что для меня вот этот праздник. И вот я вам сейчас это рассказал. И вы можете тоже вспомнить, какие дела, ну, что-то вы любите делать. И когда-то вот эта, вот эта любовь к этому делу, она появилась. И этот вот, какой-то вот, какой-то случай, событие, стало таким якорем, который ваше воспоминание связал, да, то воспоминание приятное, с вот этой процедурой, незримой, но очень сильной нитью. И у вас, вот это, ну, скажем, вот у меня, да, чистка картошки связалась вот с этой вот моей юностью. И чистка картошки для меня с огромным таким положительным знаком идет. Все. Это так просто получилось случайно. Да. Однако же, это можно сделать и специально. Например, какую-то процедуру, которую вы не очень-то любите, допустим, да, взять и сделать, взять и сделать ее так, чтобы она превратилась в праздник. То есть, как бы, не то, что там насильно себя заставить, нет. Создать вокруг обстановку. Обстановку, вот, например, для чистки картошки, да, я мог бы сесть там куда-нибудь там, а я вот на столе все разложил культурненько. Главное, чтобы это, конечно, было удобно на табуреточке или там на креслице, кому как. И мне нравится, например, медленно делать, что-то такое, да. Кому-то побыстрее, кому-то очень быстро. Вот нужно, чтобы быть счастливым, не делать, как я, медленно. Мне нравится медленно, а вам может побыстрее. Вам нужно делать в той скорости, которая вам нравится, тогда будет хорошо. Мне нравится, никуда не торопиться. Вот, пять картошинок, я их чищу, пока чищу, рассказываю. Вот, и получаю огромное удовольствие, во-первых, от чистки, от этих воспоминаний, от этого вот рассказа. Вот, делюсь своими знаниями. Кстати, знания эти достаточно, я бы сказал, полезные. Даже не то, что достаточно, очень полезные. Всю жизнь, серый, например, скучный, неинтересный, можно превратить в один большой сплошной праздник. Когда вы вот такие мелочи, такие пустяки, будете превращать в такие вот праздники. Например, раз, кофе попить, да, взяли и такой маленький ритуальчик совершили, взяли чашечку, насыпали туда. Этого, того. Все культурно разложили. Естественно, когда что-то такое вы делаете, праздничное, да, вам хочется перед этим все убрать, чтобы никакого мусора рядом не было, чтобы ничто не омрачало вот это вот праздничное состояние. Так и здесь. Картошку чищу. Даже перед чисткой картошки немножко прибралось. Потому что это такое, все-таки, для меня действие очень такое. Крутое. Вот если бы я просто чистил картошку, то я бы не стал, да, 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 да. А тут я все прибрал, разложил, культурно, взял красивую тарелочку, на которую картошку положил. Тарелка действительно из сероиза. То есть не просто там какой-то грязный, ааа, сон-то понеслась. Нет. Ну, праздник он и праздник. Вот. Вот. Говорил, конечно, долго, можно было бы короче. Ну, картошки еще две штуки. Теперь у вас есть вот такой вот способ сделать свою жизнь лучше. Смотрите мой канал. Там есть ролики, конечно, не очень начальные, но есть хорошие. Есть очень хорошие. Каналов у меня теперь два. Один миллион Абдула, где я так вот что-то рассказываю, умствую, всякие способы показываю. И гагарагу я открыл, каналчик, чисто чтобы погагагать, пожрать, поржать, посмеяться, поюморить, похохмить. Потому что, когда взрослый дядька какие-то серьезные вещи говорит, и вдруг, там, ролик какой-то там, где я там, ну, дурачусь немножко, да? Он некоторым воспринимается очень так, ну, что за фигня, что за ерунду ты наставил это все ерунду-то? Давай серьезно там, вот, ты метаешь ножи, давай вот уроки, чтобы все понятно, чтобы как, чего, вот, ножи там, или там про оружие, что-то такое. Ну да, как оказалось, подписчики мои, слава богу, что их много, они, как правило, все с очень высоким интеллектом, и общая их масса, этого интеллекта, перевешивает мой, на много-много-много-много раз. И они оказались правы, действительно. Сейчас, потихонечку, я буду перестраивать. Вот свой канал открыл, вот этот вот Гагарарам. Весь такой откровенный юмор, все туда, ну, такое, знаете, совсем уж. А на Удулу пока вот такая соляночка у меня будет. Что это я говорю, это я же про картошку. Ну, сами разберетесь, короче, там плейлисты у меня есть, сейчас еще и YouTube там что-то наколдует, чтобы еще лучше было. Вот, о чем это я, о чем это я. Картошку-кула, классно чистить. Кто этого не понимает, мне тех так жалко. Вот этот поиск какого-то счастья, где-то там, с далекими горами, он, конечно, тоже имеет право на существование. Но иногда, прям под ногами, прям тут, прям сбоку, прям вот перед носом. Вот прям тут, и здесь, и сейчас. Вот оно тебе счастье, и его много. Куда ни плюнь, везде счастье. Чего бы ты ни делал, все может тебя привести в счастливое состояние. Желаю вам счастливого вот этого настроения, чтобы у вас было счастья побольше в жизни. Значит, чтобы каждый пустячок, каждая такая фигушечка, каждая мелочь, каждый пустячок, чтобы вас радовал, наполнял счастьем и светом. Все. С вами был Миллион Обдула. Пока-пока. С вами был Миллион Обдула.